Колпашевцы приняли участие в кроссе нации. Всероссийский день бега федерального проекта «Спорт. Норма жизни» состоялся во всех муниципалитетах Томской области 21 сентября. В Колпашеве центральный старт был дан на территории парка Кедровый. Попробовать свои силы в массовом забеге изъявили желание 225 человек. Ежегодно самое массовое спортивное событие страны привлекает внимание сотен жителей района. Каждый сентябрь колпашевцы пробегают дистанции протяженностью 1, 2 и 3 километра в зависимости от пола и возраста участников. Любителей спорта в рамках торжественного открытия поприветствовал первый заместитель главы города Андрей Чуков. В это замечательное солнечное утро я рад приветствовать вас по случаю Всероссийского дня бега «Кросснации». Это действительно самое масштабное спортивное мероприятие, которое проводится в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни». Сегодня у вас будет прекрасная возможность проявить характер, волю к победе, окунуться в атмосферу спортивного задора и радости общения. Здоровья вам всем, крепких сил и прекрасного настроения. Первыми на старт вышли юные колпашевцы. Дети до 9 лет преодолевали дистанцию в 1 километр. Самым маленьким на пути помогали родители. Младшая категория участников отметилась, пожалуй, самой активной и азартной группы поддержки. Следующими на старт вышли участники 10-12 лет. Также свои дистанции преодолели бегуны в следующих возрастных категориях – 13-14 лет, 15-18, 19-39 лет, 40-54 и от 55 и старше. По окончании забега судейская коллегия по результатам финиша определила самых быстрых в каждой категории. Победителями в своих подгруппах и дистанциях стали Леонид Асалбаев, Богдан Калмыков, Софья Михеева, Наталья Иженбина, Юлия Приедетис, Елена Мартыненко, Герман Грачев, Георгий Улусянс, а также Виктор Золотарев, Александр Панов, Вероника Ажермачева, Прохор Сафронов, Вероника Комарова и Карина Евдокименко. Призеры были награждены грамотами и медалями. Самые юные из них поделились с нами впечатлениями, от забега. Что у вас сейчас в руках? Медали. Какое место у кого? Расскажите. У меня три. Вы заняли третье место? Да. В какой раз вы уже участвуете в курсе нации? Ну, именно с детьми мы участвуем третий раз. Начали с трех лет. С каждым годом мы приходим, пытаемся улучшить свой результат. Мы прививаем как раз детей к спорту. И чтобы, как я преподаватель, чтобы студенты видели, что все занимаются. Я принимаю участие по возможности, когда здоровье не подводят. Но так обязательно принимаем везде участие, где можем. Медали. Что они для них значат? Как вы считаете? Ну, я думаю, это для них в первую очередь показатель их работы, то есть их достижений. Ну, и я думаю, что третье место – это не показатель для них. Будет первое обязательно. Второе, первое место. Лучше всего стремиться к победе. Ко всероссийскому забегу круснации в этот день присоединились и другие населенные пункты Калпашевского района. Всего в мероприятии приняли участие 340 жителей муниципалитета. В Томской области же дистанции пробежали 10 тысяч человек. Наш регион присоединился к событию уже в 15-й раз. Забеги были организованы на территории 20 муниципалитетов. Рекордсменами среди них по количеству участников стали Томск, Стрижевой и Каргасовский район. Добавим, Кросснация является частью проекта «Спортнорма жизни» нацпроекта «Демография». Его главной целью является пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физической культурой.